Воду можно разделить на лечебную и вредную. По его словам, вода, которая может лечить заболевание, это богатая водородом щелочная вода. Кроме того, такая вода обладает способностью к восстановлению организма, потому она и называется восстанавливающей водой. Мы нашли клинику, использующую такую воду для лечения больных. В этой клинике, специализирующейся на лечении кожных заболеваний, большинство людей страдают от опии. Перед диагностикой проводится краткая консультация. Больным, впервые оказавшимся здесь, объясняют основные моменты лечения, чтобы они могли понять принципы лечения водой. В зависимости от курса лечения, они в несколько раз в день употребляют необходимое количество воды. Укрепление организма за счет употребления щелочной воды и обработка признаков атопии на коже кислой водой – основа этого лечения. Иммунитет кожи больных атопии слаб, поэтому кислая вода дезинфицирует и очищает кожу. Щелочная ионизированная вода помогает в лечении заболеваний. Для того, чтобы понять эту воду, обладающую способностью восстановления, необходимо понять ее основное свойство. Если капнуть каплю бромтимолового синего реагента в воду, чтобы определить уровень окисления воды, то вода будет отличаться цветом в зависимости от ее кислотно-щелочного баланса. Нейтральная вода с уровнем около 7 окрасится в зеленый цвет. Кислотная вода окрасится в оранжевый, а вода с pH уровнем выше 7 окрасится в синий цвет. Обычная молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атомового кислорода. При электролизе обнаруживается, что вокруг катода вода обогащается водородом, а вокруг анода кислородом. В этот момент вода, обогащенная водородом, содержит в 200-500 раз больше водорода, чем в обычной. Вокруг анода образуется обогащенная кислородом кислая вода. Группа профессора Сира Хака из факультета геноинженерии Японского университета Кюсу доказала, что щелочная вода нейтрализует свободные радикалы кислорода и обладает восстанавливающей способностью. В результате окислительно-восстановительных реакций щелочная вода, полученная путем электролиза, показывает заряд минус. Это говорит о высокой способности воды к восстановлению организма. Отрисательный заряд щелочной воды говорит о большом количестве водорода. Такая вода обладает превосходными свойствами нейтрализации свободных радикалов кислорода, которые убивают наши клетки. Вот почему она полезна для нас. 2% потребляемого организма кислорода превращается в свободные радикалы и разрушает ДНК наших клеток. Но употребляемая нами щелочная вода, благодаря большому количеству атомов водорода, нейтрализует свободные радикалы, устраняя причину заболевания и восстанавливает клетки. Эта клиника, используя данный принцип, применяет свойства щелочной воды для лечения больных с сахарным диабетом. Здесь, в отношении больных с открытыми ранами на ногах, совмещают употребление щелочной воды внутрь и дезинфекцию. В другой больнице мне сказали, что если оставить сквозные раны как есть, то они никогда не затянутся. Я спросила, могу ли я выписаться до конца сентября. Мне сказали, что нет. Через интернет я узнала про эту больницу. К счастью, сквозная рана почти полностью зажила, а сверху появляется новая кожа. Лечение с использованием воды в больнице Кьёхуа, благодаря средствам массовой информации, распространилось не только на японский город Йольдо, но и на весь мир. Более 20 лет мужчина по имени Минь Йонг Су впервые узнал о свойствах восстанавливающей воды. Всего 5 лет назад уровень сахара в его крови превышал норму в 5 раз, из-за чего его конечности начали гнить. Вы видели по телевизору, как здесь все сгнило, и нужно было ампутировать ногу по этой линии. А эту стопу должны были ампутировать полностью. Ему отрезали часть кожи, а он даже не почувствовал боли. И теперь во сне ему сводят ноги, и он начинает звать сына, меня или еще кого-нибудь. Поэтому по ночам я не сплю спокойно, а чаще всего просыпаюсь, всегда на стороже, всегда готова проснуться. Я принимал все лекарства от сахарного диабета, но уровень сахара поднимался все выше. А когда пошли осложнения, было уже слишком поздно, и в больнице сказали, что лечить бесполезно. Потеряв всякую надежду, щелочная вода стала его последним выбором для лечения. Пять лет назад он с самого утра начал пить воду, выпивая по 20 кружек воды. Затем он довел количество употребляемой воды до 8 литров в день. Кроме того, он мыл ноги в кислой воде по 2-3 раза в день. Через 3 месяца к ногам вернулась чувствительность. Ободренный такими достижениями, он стал самостоятельно ходить в больницу. И хотя он не совсем избавился от сахарного диабета, его правая нога стала здоровой, и теперь при ходьбе он не испытывает проблем. Вода – это то, что заслуживает внимания всех людей, и что нужно пить ее всю жизнь. Здоровье за один день – это пустой звук. Однажды разочарованный в жизни Минь Йонг Су теперь начал новую жизнь. Удивительная целебная сила воды может помочь не только в лечении такого страшного заболевания, как сахарный диабет, но предлагает свои возможности в лечении многих других заболеваний. Вода с целебной силой. Для того, чтобы понять другие возможности щелочной воды, были проведены исследования в лаборатории одного университета. Профессор Ким Хён Вон, получив щелочную воду с высоким уровнем восстанавливающей способности, изучает лечебные свойства. Он доказал, что полученная им вода с pH уровнем не ниже 10 показывает отрицательный заряд и обладает высокой восстанавливающей способностью. Он использовал эту воду для опыта на злокачественных клетках рака кожи. Заразив мышей раковыми клетками, он поил одну щелочной водой, а другую обычной. Питание и вода давались в одинаковом количестве обеим мышам. Целью этого опыта было узнать влияние щелочной воды на лечение раковых заболеваний. Через 10 дней сравнили размеры опухолей. Рост раковых опухолей у мыши, которые поили щелочной водой, был гораздо медленнее. Кроме того, размер раковых клеток был гораздо меньше. И скорость метастаза у этой мыши была гораздо, чем у той, что поили обычной водой. Результаты опытов на животных показали, что повышается сопротивляемость организма к раковым болезням, задерживается рост раковых заболеваний, их метастазы. Кроме того, сильно повышается иммунитет и приостанавливается разрушительное действие активного кислота. К лечению с использованием щелочной воды в стране все еще относятся с некоторой осторожностью, но его изучение расширяется день за днем. В этой клинике, наряду с существующими методами лечения, используют лечение щелочной водой. Этому мужчине, которому в этом году исполнилось 40 лет, два года назад поставили диагноз «рак толстой кишки» на последней стадии и провели операцию по ее удалению. Но опухоль появилась снова и начались метастазы. Попав в эту клинику, этот больной узнал о лечении водой и начал совмещать обычные методы лечения рака с лечением щелочной водой. Врач рекомендовал выпивать не менее трех литров воды. Через три недели он снова пришел в больницу. После повторного появления рака, этот человек при росте 170 сантиметров и весе всего 49 килограмм, выглядел крайне ослабленным. Из-за рака толстой кишки он испытывал большие трудности при испражнении, а его пищеварительная система пришла в крайне негодное состояние. Несмотря на имоверные трудности, больной, следуя рекомендации врача, выпивал по три литра щелочной воды в день. Улучшения произошли у него спустя три недели лечения водой. Без преувеличения можно сказать, что нормализация стула – это самое главное улучшение. При ослаблении функции почек уровень креатина 1,4 является нормальным. Было 1,9, но употребление воды снизило до уровня 1,3. Размер опухоли уменьшился с 3,8 сантиметров до 2,8 сантиметров. Исчезли боли. Самое явное изменение – отсутствие проблем со стулом. Влияние минеральных веществ вместе с кластерами воды стали лучше усваиваться организмом, что привело к общему улучшению состояния. Почему же щелочная вода усваивается лучше? Обычно молекулы воды состоят из 13-15 групп молекул, но пройдя этап электролиза, кластеры воды уменьшаются, благодаря чему улучшается подвижность молекул и активируются функции воды. Особенность этой воды в том, что ее кластеры очень малы, то есть размеры кластера малы. Чем меньше размер, тем лучше проникновение. Во время электролиза необходимые нашему организму минералы, такие как кальций, магний и другие, сосредотачиваются вокруг анода, и их концентрация в 20 раз превышает концентрацию в обычной воде. Семья Кубаяши и Чунгоши, в семье которой 5 членов, вот уже более двух лет используют щелочную воду. Семья Кубаяши и Кубаяши и Кубаяши, В семье пользуются не только щелочной, но и кислой водой. Дочки, которых больше всего волнует внешность, по утрам умываются только кислотной водой. Она обладает вяжущим эффектом и делает кожу красивой. Теперь вся семья считает аппарат по выработке щелочной воды продуктом первой необходимости. Раньше в чае чувствовался сильный запах водопроводной воды, а теперь я пью чай с его настоящим вкусом. Я стала чувствовать себя гораздо лучше. Раньше я пила водопроводную воду, хоть и в малых количествах, но теперь я пью только щелочную воду. В результате я чувствую себя намного лучше. Поселок Аганава-Огини, место, известное своими долгожителями. Средняя продолжительность жизни жителей у женщин составляет 85, у мужчин 75 лет. Самое тесное отношение к долголетию имеет еда и вода. Какую же воду нужно пить, чтобы прожить долгую жизнь? Какова связь между щелочной водой, обладающей восстанавливающей способностью, и долголетием? Мы отправились в медицинский университет Сайтама, который следует связь между щелочной водой и долголетием. Здесь профессор Сузуки Масами проводит опыты с возможностями удивительной воды. Последние опыты с мышами, которые живут не более 2-3 лет, показывают, какое влияние оказывает вода на процесс старения человека. Мыши с рождения и до определенного возраста ничем не отличаются в плане выносливости. Но в какой-то момент мыши, пившие простую воду, заболевали и часто погибали. Но мыши, пившие щелочную воду, жили намного дольше. Выживаемость увеличивается до 20%. У мыши, которую он поел щелочной водой, резко замедлились процессы старения и повысилась выживаемость. Мы еще не нашли причину, почему мыши, пьющие щелочную воду, живут дольше. Но если посмотреть на результаты исследований, то похоже, что щелочная вода препятствует окислению клеток, потому что окисление клеток является причиной их старения. Группа ученых во главе с Сузуки Масами и сейчас проводит опыты, которые покажут, какое влияние оказывают различные минералы щелочной воды на мозг. Теперь возможности щелочной воды стали предметом изучения и опытов, так как она непосредственно влияет на здоровье и долголетие человека. Щелочная вода обладает свойством улучшать кровообращение. Хронические заболевания появляются по причине ослабления иммунитета. Поэтому повышение иммунитета позволяет избавиться от многих болезней. И это научно доказано. Современная медицина также доказала, что многие болезни начинаются из-за активного кислорода, который ослабляет клетки. Употребление большого количества щелочной воды условие для лечения хронических заболеваний. Например, щелочная вода, полученная путем электролиза, в определенной мере удовлетворяет это условие. Поэтому употребление щелочной воды оздоравливает людей и лечит их от многих заболеваний. хронических заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова